Три дня потребовалось мусульманам США, чтобы собрать 200 тысяч долларов для пострадавших в синагоге в Питтсбурге. Двое братьев-бизнесменов из Дубая ежедневно кормят по 3 тысячи рабочих бесплатно. Портрет мусульманки-разведчицы может появиться на британской валюте. В Турции открылся аэропорт, который через 10 лет станет самым большим в мире. Мусульманка записала рэп-композицию о борьбе с депрессией. Мусульманки-разведки В Турции приняли решение помочь еврейской общине с похоронами и лечением. И открыли на исламской краудфандинговой платформе LaunchGood благотворительный сбор. Мы хотим отреагировать на зло добром, как учит наша вера, и оказать поддержку не только словами, но и делами. Наш пророк Мухаммад, мир ему, сказал «Помилуй людей на земле, и тот, кто на небесах помилует тебя», написали организаторы в своем обращении. Этот сбор оказался невероятно успешным. Изначально планировалось собрать 25 тысяч долларов, но всего за трое суток количество перечисленных денег перевалило за 200 тысяч. Часть из них уже передана еврейской общине Питтсбурга. Накорми нуждающегося, и тебе воздастся. Про этот принцип многие вспоминают лишь в Рамадан. Но не бизнесмены из Дубая. Там двое братьев организовали необычное благотворительное движение. Это Имран Карим. Он вместе со своим братом Мухаммадом ежедневно раздает по 3 тысячи бесплатных обедов для местных рабочих. Бизнесмены обходят строительные площадки рядом с Кайт-Бич-Джумейра и движутся вдоль береговой линии, раздавая еду. Завершается благотворительное двухчасовое путешествие в мечети Ум-Сукейма, где они совершают вечерний намаз. Зачем им это нужно? Мужчины уверяют, что просто хотят сделать работающих людей вокруг чуть счастливее. Изображение мусульманки, погибшей в борьбе с фашизмом, может попасть на британские деньги. В 2020 году Великобритания планирует выпустить новый вариант 50-фунтовой купюры. По традиции на денежных знаках печатают лишь тех, кто внес значительный вклад в историю страны. Прошлый вариант 50-фунтов был введен в обращение в 2011 году с изображением правящей королевы Елизаветы II, а также британского инженера Джеймса Ватта и его компаньона Мэтью Болтона. Теперь изобретателей может потеснить мусульманка Нур Инаят Хан. Соответствующую петицию разместили в интернете активисты, и она уже набрала почти 17 тысяч подписей. Нур родилась в 1914 году в Москве в семье Хазрата Инаята Хана и американки Амина Бегум. Потом семья переехала в Париж. Девушка закончила университет Сорбонны, а с началом Второй мировой войны стала военной радисткой. Ей дольше всех из разведчиков удалось продержаться в оккупированной фашистами Франции, передавая важные сведения британской разведке. В 1943 году ее схватили и 9 месяцев пытались склонить к сотрудничеству, держа в кандалах и избивая. Но Нур была непреклонна, за что была отправлена в Дахау и там расстреляна. Президент Турции Раджеп Эрдоган открыл в Стамбуле новый аэропорт, который после завершения строительства станет самым крупным в мире. Первоначальная стоимость объекта – 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Его пропускная способность на данном этапе составляет 2000 самолетов ежедневно или 90 миллионов пассажиров в год. Эрдоган отметил, что новый аэропорт продолжит расширяться в течение следующего десятилетия. К 2028 году его пропускная способность возрастет более чем в два раза и составит 200 миллионов пассажиров ежегодно. Эта цифра больше, чем принимает нынешний рекордсмен аэропорт Атланты в США. Там годовой пассажиропоток составляет 104 миллиона человек. Американская мусульманка сирийского происхождения Муна Хайдер выпустила музыкальный клип, посвященный борьбе с депрессией. В своем рэп-творении под названием «Воспаряя» девушка рассказывает об этапах борьбы с самым распространенным недугом современности. Поэтесса и исполнительница сама прошла через это и уверена, что ее опыт, отображенный в творчестве, поможет и другим справиться с болезнью. Интернет-сообщество восприняло клип на ура. Всего за неделю его уже посмотрели почти 50 тысяч раз. Поклонники певицы отмечают ее умение сочетать в себе качество верующей мусульманки с современным подходом к жизни и творчеству. Кстати, это далеко не первая композиция Муны. Ее клип под названием «Собака» набрал 2,5 миллиона просмотров, а композиция, посвященная ношению хиджаба, более 5 миллионов просмотров.